Зимой и летом ходил без одежды и обуви. Порфирий Иванов кем он был? Порфирий Иванов родился в 1898 году в простой семье под Луганском. Отец его был шахтером, поэтому и выбор профессии у молодого парня был очевиден. В школе Иванов отучился всего несколько классов, а уже в 15 делал норму в шахте где работал его отец. В подростковом возрасте не отличался примерным поведением, за что был частым гостем в полицейском участке. Неоднократно задерживали его за кражу и мошенничество. Все нравы учения отца на него никак не действовали. В 35 лет Порфирий кардинально меняет свою жизнь. После перенесенной болезни начинает закаливание. Начал следить за тем что он ел. За несколько месяцев закаливания почувствовал себя моложе и сильнее. А уже через полтора года, и зимой и летом, ходил в одних трусах и босиком. У Иванова появились последователи. В основе его учения было то, что человек должен выйти из зоны комфорта, тело должно быть одним целым с окружающим миром. В результате опытов над своим телом, Порфирий научился по несколько дней обходиться без еды и воды. Сильный холод или жар, не приносили никакого вреда организму. Мужчина никогда не болел и ни разу не обратился к врачам. В Великую Отечественную войну фашисты узнав о необычных способностях Иванова, ставили над ним эксперименты. Подвергали его тело резким перепадам температуры. Сутками держали его на холоде, обливали ледяной водой, но никакого вреда так и не нанесли. После всего этого ему выдали справку, что он представляет ценность для развития науки. Больше его не трогали. Мечтой все его жизни было найти путь к бессмертию. Для этого, по его мнению, нужно было соединиться с природой. Но увы, на 85-м году жизни Порфирий скончался. Поскольку он никогда не обращался к врачам, причина его смерти так и не была озвучена. Настоящее признание его учение получило именно после его кончины. Число его последователей выросло до нескольких десятков тысяч. Большинство врачей критикуют учение Иванова. Из-за резких перепадов температур, на сосуды ложится огромная нагрузка, которая может привести к инсульту и летальному исходу. Но согласитесь, если человек дожил до 85 лет и никогда не обращался в больницы, значит у него все-таки можно чему-то научиться. Спасибо, что дочитали до конца. Напишите. Продолжение следует...